В этой жидкости, меняющей свой цвет от темно-янтарного до синего, тяжело узнать шампанское. Путем химических манипуляций содержимое в колбе приобретает совсем непривлекательный вид. Но только так можно проверить кислотность в главном напитке Нового года. Во время исследования с ним проводят не одну процедуру. Мы приготовили реактивы, потом дальше мы провели подготовку пробы для проведения этого исследования. Дальше мы параллельно выполнили два анализа, мы определили количество щелочек, которое пошло на тетрование. Дальше мы уже рассчитали по формуле содержание тетрового кислотного продукта. Но это только часть большого комплекса испытаний. На полную проверку одной бутылки придется потратить приблизительно два дня. В Нижегородской области исследования за весь 2017 год показали, что продаваемое шампанское безопасно при умеренном потреблении. Но покупателям нужно быть внимательными при выборе товара. Обращаем внимание, чтобы бутылка была чистая, без сколов, не повреждена. Потом смотрим на крышечку. Значит, пробка должна быть плотно прикертая, не вращаться. Содержимое бутылки должно быть без примесей, без посторонних включений. Также специалисты советуют обращать внимание на этикетку. Она должна быть ровно наклеенной, а текст на ней – читаемым. Вдобавок на каждой бутылке должна быть акцизная марка. Еще один важный момент – это цена товара. Шампанское и гристые вина не могут продаваться дешевле 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.